Ну вот сейчас мы перейдем с вами к следующей, к следующему нашему семинару. Нам очень интересно прочитать для вас такое письмо, которое мы получили работая на радиокомпании, потому что там и молодежная проблема освещается, и в то же время упор делается на родительство. То есть из той, с другой стороны можно посмотреть на эту историю. А предыстория, контекст этой истории таков, однажды на радио нам позвонил мужчина и говорит, вы знаете, у меня вот сын, я считаю, он уже до сколько взрослый, молодец, 14 лет, и вот он уже в этом возрасте учился принимать сам решение. Ну вот, например, последнего решения, он говорит, там учебники у нас в школе серые, учителя у нас какие-то недалекие, бездарные, в общем, учиться там нечему. И он принял решение, теперь он будет, значит, в компьютерном клубе, там все эти программы, обучающие там, сам учиться, сам обучаться. Вот видите, что меня волнует, что он там до 2 часов ночи может просидеть, там до 5 утра, слушаться меня перестал. Вот как вот мне помочь ему раньше домой-то приходить, чтобы он вот это ограничивал себя в компьютерном клубе. Я говорю, подождите, вы серьезно считаете, что в 14 лет ребенок может оценить бездарность учителя, серость учебников, и принять решение, значит, только же и делать, что играть в компьютерном клубе. Вы считаете, это нормально за 14-летнего подростка? Мы говорим, вы считаете, что это видно в 14 лет, может быть самостоятельным, как вы о нем говорите, при этом вы его кормите, поете, обеспечиваете, за него платите, и тем не менее, вы называете его самостоятельным. Самостоятельным. Логики у вас нет. Мы говорим, вы попались на удочку своего сына. И он говорит, ну что же мне делать, если я сейчас его начну там наказывать, как-то пытаться его домой вовремя привезти, я же его потеряю. Я говорю, да вы его уже потеряли. Вот теперь нужно просто поставить жесткие рамки. Но у вас еще есть возможность его вернуть. А то, что вы сына уже потеряли над ним контроль, это факт. Потому что он уже всю ночь просит в компьютерном клубе. И ему все равно. Как вы к нему относитесь? Нет, что-то вы не правы, если я сейчас начну пытаться что-то сделать, он такой лоб, он мне сдачу даст. В общем, бросит трубку. И вот буквально на следующий день по интернету к нам приходит письмо от нашей радиослушательницы. Меня зовут Наташа. Вчера я слышал в вашей передаче «Стенание отца», которому так не хочется услышать о своих отцовских обязанностях. Я хочу рассказать свою историю. Когда мне было 15 лет, я загуляла с 20-летним парнем, иногородним студентом. Забеременела, пришла к родителям с просьбой позволить этому моему как бы мужу, отцу ребенка, жить у нас. Отец был в гневе, мама в шоке. Папа попросил дать мне время до утра, чтобы все обдумать. Утром он отдал мне запечатанный конверт с письмом, где он изложил мне следующее. «Милая моя дочка Нюша, мы с мамой тебя очень любим. Но ты совершила преступление перед Богом, перед собой, перед нами и перед маленьким человечком, который сейчас живет в тебе. Твое безответственное поведение должно иметь свои последствия. Оно не должно пройти для тебя незамеченным. Сожительствовать в нашем доме мы тебе позволить не можем. Брак с человеком, который повел себя как безответственный юнец, а не как мужчина, мы также благословить не можем. Сейчас нас больше всего волнует судьба маленького беззащитного человечка. Ты наша дочь, любима нами. Мы желали, чтобы ты имела высшее образование, хорошую работу. Но сейчас уже не то время, когда мы можем себе позволить думать об этом. Ты сделала свой выбор в пользу греха. А мы делаем свой выбор в пользу этого нового маленького человечка на земле. Мы тебя примем назад, в нашу семью, но одну. С тем, чтобы стать приемными родителями для этого нового человечка. Ты, приняв такое решение вернуться, даешь нам понять, что ты приняла реальность своей неготовности стать матерью и взять на себя вот эту святую обязанность. Либо собирай свои вещи, Нюшенька, и иди к отцу своего ребенка. И думайте уже больше не об образовании и постели, а о том, как стать семьей, как стать мужчиной и женщиной, а не животными с инстинктами. Взять на себя этот груз обязанностей стать мужем и женой, отцом и матерью. И только тогда я буду уважать твой выбор. Только тогда я благословлю тебя. Выбирай, дочка. Для этого у тебя есть два дня. Твой папа. Я была в отчаянии, но я поняла, что позиция отца единственно верная. Он всегда воспитывал нас, меня и братьев так, что надо отвечать за свои поступки. И вот, даже когда ему было сложно быть таким жестким со мной, его единственной дочерью, он остался верен своим убеждениям. И я благодарна ему. Он встряхнул меня и Эдуарда, моего мужа. Этой твердостью папа помог нам стать взрослыми людьми. Не начал сюсюкать, жалеть, не позволил маме взять на себя наши проблемы. Мы женаты пять лет. У нас растет чудесная дочурка. Мы оба работаем. Эдик перевелся в свое время на заученное отделение. Я закончила школу экстерном и сейчас учусь на первом курсе. Отец благословил нас через год нашей совместной жизни. Спасибо тебе, папа. Сильный отец, настоящий отец. Но опять на эту тему многие спорят. Ну что ж, у каждого свое видение. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok